Сказочные персонажи и герои из любимых фильмов встречали маленьких гостей. В минувшие выходные дети с ограниченными возможностями здоровья на один день попали в сказку. Особенность этого праздника в том, что на одной площадке одновременно взаимодействуют и дети с ограниченными возможностями, и здоровые дети. И для детей с ограниченными возможностями это некая социальная адаптация, а для наших детей это некий элемент такого воспитания и правильного лояльного отношения к этим детям. Поверь в себя, тематика праздника. У компании много благотворительных проектов, но именно этот считается флагманским. Его проводят уже в десятый раз, и сегодня он собрал более 150 ребят с особенностями развития здоровья. В выступлении танцоров мастер-класс от юных гимнастов зарядили ребят положительным настроением, а спортивные состязания привели в восторг не только детей, но и их родителей. Мне очень понравились выступления, особенно когда взрослые девочки, у них очень хорошо получилось, мне понравилось. Мы очень рады, потому что одиночество, которое у нас, оно есть, и поэтому, когда мы приходим в народ, когда мы понимаем, что мы не одни, нас много, семья фактически большая, это счастье, поверьте мне. Мне нравится уже. Невероятно, очень, очень много талантливых детей, особенно маленьких. Настя тоже в восторге, потому что, как бы, ну, такие коллективы творческие, очень интересно посмотреть. Ребенок должен питаться в этой жизни позитивом, а такие мероприятия, они дают очень много позитива, ярких эмоций. Соответственно, когда ребенок позитивен, и родитель в хорошем настроении. Атмосфера хорошая, радостная. Ребенок получает очень много положительных эмоций. А эмоции для него это очень важно. Именно положительные эмоции. Помогали особенным спортсменам пройти все испытания волонтеры из училища Олимпийского резерва. Подбадривали и вручали честно заслуженные жетончики. В конце праздника каждый ребенок получил подарок и, конечно, море положительных эмоций. Екатерина Пенько, Павел Подобаев, Брянск. Субтитры создавал DimaTorzok